Центром событий в эти два дня стала гостиница «Риксос». Именно там проходили все переговоры за закрытыми дверями, под которыми круглосуточно дежурили журналисты, в их числе и мой коллега Сабиба Ибусинов. Он расскажет о том, как работала мировая пресса и на что иностранные журналисты обращали внимание в первую очередь. Несмотря на то, что на время переговоров был создан специальный пресс-центр, журналисты буквально с самого утра начали дежурить в холле отеля, где проходят встречи. Сразу отмечу, что второй день переговоров стартовал с большим опозданием. По графику, итоговая пресс-конференция должна была начаться еще в 2 часа дня, а началась в 6 вечера. Что происходило в течение дня за закрытыми дверями, журналисты узнавали лишь из интервью участников переговоров, которые время от времени появлялись в холле. Одним из первых на перерыв вышел представитель сирийской оппозиции, предлагая послушать его комментарии. С участием Турции, спецпосланника ООН, Стафаном Демистура, мы обсуждали продолжающееся нарушение прекращения огня в нескольких районах Сирии, особенно в осажденных. Мы ждали и хотели не только слов и заявлений. Мы намерены добиться реального прекращения огня. У людей в тех районах, где идет стрельба и бомбежка, нет интернета или СМИ, чтобы следить, насколько соответствуют действия на земле разным заявлениям. Я отмечу, что своим присутствием участники переговоров радовали журналистов нечасто. Особый ажиотаж в холле отеля вызвало появление спецпосланника Генсика ООН по Сирии, Стафана Демистура. Его тут же окружили журналисты, не давая пройти на переговоры. В своем коротком интервью Демистура рассказал о том, что стороны работают над итоговым документом. Декларация позволит установить более устойчивое прекращение огня. Каждый момент до непосредственной публикации документа очень важен, ведь речь идет не просто о бумаге, а о прекращении огня, то есть о спасении жизни. Отдельно хочется рассказать об атмосфере, которая здесь царила все это время. Я напомню, что в Астану съехались больше 300 журналистов из разных стран. Так вот, коллеги, ожидая новостей из-за закрытых дверей, делали селфи. На фото, которое вы видите сейчас, кстати, даже не уместились все присутствующие журналисты. Не скучали, кто-то в одно время распевал хэппи-безды. Оказалось, что у одного из представителей СМИ сегодня день рождения, а в какой-то момент журналисты, как по команде, выстроились в ожидании очередного интервью. Но потом выяснилось, что коллеги спутали официальное лицо с одним из журналистов. Но, собственно, рабочего настроя это никому не испортило. С вами Байбусинов, Аманжол Байгазин. Итоги дня.